Здравствуйте, Глеб Яков, городской планировщик. Я скорее с комментария общались с вопросом. Я очень рад представленным докладам, потому что они дают внимание того, кто есть в пользу этой территории. И очень рад, что есть психологические исследования, потому что именно оно могло быть в основном планировочном концепции, в частности, в проблеме, в экономическом модели. И я рад, что в этом деле мне запросили сразу не только о роли, но и энергетическое понимание этой площадки, масштабе города сразу. С другой стороны, понимая всю сложность проектировщика и дирекции, которая занимается территорией в течение трех лет, не могу не выразить свое сомнение от того, что я увидел. Очень сложные схемы, которые действительно не дают понимания того, как территория будет транспортно связана с городом. Большие схемы, много линий, как обычно, очень сложные. Одна из ключевых проблем – это то, что территория мало доступна, нам плохо доступна. Какая-то часть решений, возможно, лежит даже в поле здравого смысла, и то, что Анна Елена написала, мне кажется, не вызвал бы больших сложностей для реализации, как минимальные пункты. Это какой-то транспорт по периметру территории и разделение потоков. Это то, что не надо быть городским планировщиком, чтобы заметить две объективные задачи, которые можно пытаться решить, не взаимодействовать, не составлять субъектными территориями, то есть работа только в рамках на территории, в связи с своей главной территорией. Мне очень пугает, конечно, ситуация с историческим расследием, потому что, да, вопрос статуса – это охранный статус, это важный вопрос, но мне пока не понятие идеологически. То есть прежде чем только консультать о том, какой статус придать, возможно, чтобы это действительно поговорить на уровне концепции о том, что это будет. Сейчас я вижу скорее набор гипотез о том, что если территорию заполнить большим количеством разных функций и разных объектов, то, возможно, одна из них даст работать. Уж точно какой-нибудь группой пользователям мы ответим. С другой стороны, я не проследил стыков между данными социологического исследования и той концепции, которая есть. У вас же очень четко обозначены потенциальные группы, и они уже сейчас эту территорию используют. Наверное, какие-то функции, которые, в том числе, заложенные в проекте, могли бы ответить им. Концептуально это сейчас не считывается. Есть действительно просто разбросанные по всей площади большое количество объектов. В первую очередь касается ровно центральной зоны. Когда речь идет о создании музея Советского Союза, музея Советского периода, то очень нужно понимать, как музей будет функционировать. Это интерактивная площадка, это выступы достижения. Вот предыдущий выступающий, незаконно вложенный, буквально опередил меня с этим же тезисом. Мне совершенно непонятно, и как жителю, и как гороскопонавчика, как будет работать центральный зон. Как в эти музеи может войти? Это будет постоянная экспозиция? Как будет время экспозиция? Если это временная экспозиция, это выставочная деятельность, то как это будет осуществляться подвоз транспорта, не противоречивая нормальным функционерам? Есть ли какой-то субъект, который обеспечивает культурную программу или культурно-натолунинской территории, в туночную ночь, во время фестиваля. Данные социологического вопроса покажут, что есть аудитория, с которыми можно и нужно работать. То есть куча мифов, которые остались у нас в детстве и от прошлых, и от 90-х. Вопрос так, кто будет с ними работать, кто будет адресовывать эти программы, кто будет отвечать на эти программы и вызовы. Очень надеюсь, либо это будут ваши действия, либо, возможно, будет культурная дирекция, которая услышит то, что есть, и не будет пытаться создать свою реальность. Спасибо.